Итак, наша тема «Как эффективно работать с командой». Скажите, пожалуйста, актуальна ли эта тема для вас? И насколько актуальна? Кому кажется, что у него плохо получается работать с командой, и он ищет какое-то решение, какой-то план, какую-то систему, как работать с командой? Напишите, пожалуйста, здесь, чтобы я понимала, реально ли актуальна эта тема, или все уже умеют, все могут, и у всех это прекрасно получается. Так, вот Светлана пишет «Очень важно». Да, я думаю, что это важно, конечно, потому что вы пришли работать и строить именно команду. Значит, меня зовут Елена Коваленко. Немножко представлюсь. Это моя семья, мой муж Владимир и моя дочь Вероника. Статус компании у меня закрытый статус «Платиновый директор», открытый статус «Ведущий бриллиантовый директор». Вот в январе, благодаря вашей команде, моей команде, то есть это вам, мы открыли этот статус «Ведущий бриллиантовый директор». Кто знает, сколько директоров первой линии нужно, чтобы открыть этот статус? Напишите, пожалуйста. Заодно проверим ваше знание маркетинг-плана. Немножечко вас проэкзаменую. Не буду сильно многое о себе рассказывать, потому что я думаю, что многие из вас меня знают прекрасно, потому что вы в моей команде, надеюсь, немножечко вы меня знаете. И сразу приступлю к теме, чтобы не занимать сегодняшний вечер. Итак, что нужно делать, чтобы эффективно работать с командой? Да, Марин, правильно, 7 директоров в первой линии, у меня их даже 8. Ну вот, открыли мы этот статус. И каждый из вас это может делать, поверьте. Так это и сложно, как казалось в самом начале. Во-первых, когда к вам приходят люди, естественно, вы цените каждого новичка. Да, это понятно. Вы держитесь за каждого новичка. И хочу рассказать, что нужно всегда, как бы, держать золотую середину. То есть, человек, который к вам пришел, никогда не нужно бегать за ним, это раз. Но и нужно уважать этого человека, уделять ему достаточно времени. Потому что, если, например, вы сильно будете, скажем так, лебезить перед ним, показывать, что без него ваш бизнес просто не будет существовать, поверьте, этот человек сядет вам на шею, и вам придется тратить очень много времени, чтобы подтверждать его эго. Но, и опять же, нужно, конечно же, человека уважать и давать ему понять, что он для вас важен. Это тоже нужно всегда учитывать в своем бизнесе. Поверьте, чувствуйте человека, уважайте его, но не давайте ему залазить к вам на шею. То есть, если это лентяй, и он требует много времени, то вы почувствуйте, пожалуйста, это и поставьте границы, да, какие-то. Если это человек, который действительно того стоит, то работайте с ним более активно, чем с лентяйами, скажем так. То есть, первое правило, работайте в первую очередь с теми, кто этого достоин, кто сам этого хочет. То есть, тот человек, как этого человека определить? Первое, он сам вам звонит и задает вопросы. Второе, он делает ЛТО, обязательно. Без ЛТО, в принципе, наш бизнес – это игра в какие-то игрушки. И третье, этот человек действительно обучается, и вы это видите по каждодневному с ним общению. И с таким человеком, естественно, вы поддерживаете каждодневное общение. То есть, утром, например, вы спрашиваете, чем ему помочь, как распланировать его день. И вечером вы уже общаетесь на тему, что у вас, что у него произошло, да, что получилось, что не получилось. Сразу определюсь, что этот вебинар будет в основном для тех людей, которые еще не вышли на лидерский уровень. Почему? Объясню. Потому что, когда вы еще новичок, когда у вас еще не так много людей, у вас есть время и возможность работать более глубинно. Более, скажем так, каждому человеку вы можете уделить больше времени. Когда вы выйдете на лидерские позиции, у вас уже будет немножко другая ситуация. Там уже тоже все будет строиться по-другому. То есть, если здесь человек может уделить каждому практически на начальном этапе и уделять много времени каждый день, то когда человек уже становится лидером, у него просто на это нет времени. То есть, у него схема работы уже будет другая совершенно. Поэтому вот эта схема, о которой я расскажу, она все-таки больше подходит человеку или новичку, или человеку, который не вышел еще на большие лидерские позиции, да, то есть, у него еще не такая огромная команда, ему нужно качественно прорабатывать каждого человека. Итак, как же этот человек, как же вам нужно работать с вашими людьми? Кроме того, что вы работаете с вашими новичками каждый день, 4 раза в неделю вам нужно обязательно контролировать, какая ситуация у вас происходит в структуре. Запомните, работаем мы с первой линией. Первая линия – это те люди, которые к вам пришли, и они требуют от вас самого активного внимания. И этих людей вы просто обязаны обучить качественно работать в дальнейшем с их первой линией. Это никогда не означает, что вы ни в коем случае не работаете со второй, третьей, четвертой и пятой линий. Вы смотрите по ситуации, но основной упор вам нужно сделать на первую линию и обучить качество на этих людей. Почему так нужно сделать? Потому что вы не сможете, если вначале еще вы сможете уделить, допустим, каждому, прозвонить каждого человека, написать каждому человеку, то в дальнейшем вы, к сожалению, чисто физически не сможете это сделать. Если вы начнете работать полностью со всеми, во-первых, вы не сможете качественно работать ни с одним в итоге, и во-вторых, ваши люди не научатся быть лидерами и не научатся работать. Понимаете, о чем я говорю? Ваша задача научить вашу первую линию очень хорошо и качественно работать. И дальше все пойдет как по массу. Вы работаете с первой линией, первая линия работает со второй, вторая с третьей и так далее. Конечно, бывают сбои в программе. Хотелось бы нам, чтобы это было все так. Поэтому, если вы видите, что человек в первой линии не работает, он вам четко сказал, что все, наши дорожки разошлись, это не мое, как любят многие говорить, то его вторая линия автоматически переходит к вам, и вы уже работаете со второй линией, чтобы не потерять, не дай бог, глубину. И вот таким вот образом, если у вас четко будет это расчерчено, то вы не будете путаться, у вас не будет проблем, и вы будете качественно прорабатывать каждого человека и качественно обучать. Если вы будете же делать за первую линию всю их работу, поверьте, вы окажете медвежью услугу этим людям, потому что они же ничему не научатся, да, вы это понимаете. И сами не сможете обучать всех, потому что у вас как бы тоже 24 часа в сутки. Итак, как же мы работаем с нашей первой линией? Четыре раза в неделю нужно снимать отчет по структуре. Где он находится? В личном кабинете есть такой раздел отчеты. Вот у нас сейчас обновленный личный кабинет, очень крутой, кстати. И там есть такой раздел отчеты. Вот я красненьким подчеркнула, да, вы все видите. Кстати, кто уже знает, кто уже снимает и пользуется отчетом по активности структуры? Аня прям сразу три плюсика поставила. Прям молодец какая. Татьяна. Давайте проверим. Вот у нас 40 человек, и сколько из этих 40 людей пользуются таким отчетом? Мне очень интересно. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Пока что шесть. Пока что шесть. Семь. Восемь. Уже хорошо. Девять. Молодцы. Ребят, те, кто это делают, молодцы. Кто еще не знает, как делать, я сейчас расскажу. И вы заходите в отчеты. Вот кто-то даже по 10 раз на день снимает. Ирина это делает. Ну вот этот отчет доступен сейчас. Я его уже сегодня снимала. Итак, отчет по активности структуры. Пожалуйста, заходите в личный кабинет. Если вы можете параллельно раздел отчеты. Это кто не знает, вот я сейчас учу. Отчет по активности структуры. Вот он у меня синим выделен. Самый последний отчет. Это волшебный отчет, в котором вы можете увидеть всю ситуацию по вашей структуре на данный момент. Там вы видите все баллы, проведенные, непроведенные, да, все, что происходит. Отчет по активности структуры. Итак, идем дальше. Вот я показала вам пример, из чего же состоит этот отчет. Вы видите номер дистрибьютора. Вы видите номер его спонсора, да, но в данном случае это мои люди. И вы видите уровень. Вы можете отсортировать колонки. Вот, например, уровень вы можете выбрать только первый. Да, вот выбираем первый уровень. И я смотрю, кто у меня, допустим, в первой линии. Да, мои люди. Фамилия, имя, отчество, дата их регистрации, дата последнего заказа. Это у меня январский отчет, поэтому не обращайте внимания, что 0,1. Дата рождения человека. Кстати, вы можете тоже отфильтровать, чтобы не забыть и поздравить вашу команду. С днем рождения, потому что не всегда ВКонтакте вам напомнят. Можно это прозевать. А так у вас будет табличка, очень удобно, кстати. И вот вторая часть этой таблички, я просто ее немножко обрезала, да, чтобы вам удобнее было. Видно по каждому человеку личный товарооборот. То есть вы смотрите, прошла, например, неделя первая. Вы смотрите, какой же личный товарооборот у человека. Например, 150 баллов. Отлично, ЛТО он свой уже выполнил. Он участвует в таких-то, в таких-то акциях. Да? Но этот человек же может участвовать еще в большем количестве акций. И вы просматриваете, вы, конечно же, я думаю, что владеете всеми акциями, понимаете, за какой товарооборот личный, в какой акции человек может участвовать. Если вы видите, что он может участвовать еще в какой-то акции, да, сделать, например, 300 баллов и попасть в акцию, которая называется, я думаю, сейчас мне кто-нибудь обязательно напишет. При ЛТО 300 баллов. То вы обязательно звоните этому человеку и говорите. Ты знаешь, у тебя вот такая вот ситуация. Ты сделал сейчас 150, но ты можешь до конца месяца сделать еще 150 и посмотри, в какой замечательной акции ты участвуешь. Понимаете, если это совсем новичок, он может об этом просто не знать. И если вы, мастер продаж, спасибо, Пань, если вы ему об этом не расскажете, то, поверьте, очень часто потом человек винит спонсора, он может сказать ему, почему ты меня не предупредил. Так лучше предупредить, да, и потом как бы, чтобы человек на вас не обиделся. Потом вы смотрите, например, его командный объем и структурный объем. Да, каждый знает различия между командным объемом и структурным объемом. Кто знает, напишите, пожалуйста, в чате. Кстати, вот видно телефон человека, почта, если он оставлял, то скайп. И вы можете связаться с этим человеком, конечно, лучше позвонить. И вы смотрите, да, например, у человека, давайте возьмем третий уровень, да, вот, Коноваленко. 698 баллов. Вы видите, что человек вышел на 9%. Но если это только неделя, да, прошла, то что это означает? Человек же может подняться выше. Если он уже за неделю сделал 600 баллов, значит, он за две недели вполне может сделать 1200 баллов, выйти уже на менеджера. И вы об этом человеку тоже говорите, что если он сделал такой товарооборот за одну неделю, то он может вполне выйти на любой хороший уровень. И на 18% он может вполне выйти. И даже на вице-директор. И вы с этим человеком проговариваете, обговариваете, что и как. И так далее. То есть, вы смотрите, у каждого человека личный товарооборот, если у кого-то, вот, например, пятая строчка, 79 баллов, да, человек потеряет участие в акции. Спасибо, Марина, да, что подсказала. Человек потеряет возможность поучаствовать в акции, например, выгодный дебют, и он потеряет все 6 месяцев. Всему об этом нужно сказать. Также он не выйдет на первую ступень маркетинг-плана. То есть, ему обязательно нужно сказать. Это вы думаете, что человек и так знает. Не всегда. Новички очень редко сразу изучают все акции, поверьте. И точно так же они очень редко знают таблицу. Поэтому вы как спонсор, вам стоит все-таки об этом позаботиться. Понятно, да, как вам нужно прорабатывать структуру по вот этому вот отчету? Напишите, поставьте плюсики, кому понятно, пожалуйста. И есть ли вопросы конкретно по этому отчету? Раз в неделю вы это делаете, да. Обратите внимание, что за неделю до окончания месяца вы это делаете практически каждый день. Потому что в конце месяца все начинают шевелиться, подтягивать свои уровни, да. И тогда нужно будет прям каждый день прорабатывать людей, чтобы ни в коем случае никто не потерял возможность до конца месяца закрыть уровень или участвовать в какой-либо акции. Четыре раза в неделю, последнюю неделю, даже каждый день, а то и по несколько раз бывает. Итак, прорабатываем первую линию, да. Один раз в неделю прорабатываем первую линию. Мы звоним, обсуждаем и подтягиваем по уровням и по акциям. И прозвон второй линии и далее, если вы видите, что человек, который у вас в первой линии, он не работает, то есть он свои обязанности не выполняет. Он не прорабатывает свою первую линию и вы можете этих людей, соответственно, что потерять. Зачем же вам терять людей, которые пришли уже к вам, они уже пришли на этот бизнес. Поэтому, естественно, вы проходите дальше, вглубь, на вторую линию. Точно так же там и по табличке вы можете выбрать вторую линию, да. В личном кабинете по структуре смотрите, кто из людей находится под этим вашим спящим человечком и их прозваниваете, прорабатываете с ними. И о чем же вы говорите с человеком, когда вы ему звоните? Ну, первое, это, конечно же, знакомство. Если это человек, которого вы еще не знали, да, если человек пришел конкретно не к вам в первую линию, а, например, пришел к кому-то и с ним не работают, то, конечно, вы знакомитесь, представляетесь и рассказываете человеку о том, что вы его спонсор и вы хотите ему помочь. Что вот такая вот сейчас у него ситуация, вы бы хотели ему помочь. Если человек уже к тому времени открыл какой-то уровень, да, то есть вы видите, что у человека уже вот такой вот хороший командный объем, то вы, конечно же, его поздравляете и рассказываете, что он может лучше и больше. Дотягиваем до уровня, рассказываем про акции, в которых он может участвовать. Если он не приступил к работе, то нужно пообщаться, да, потому что бывает всякое. Люди, бывает, вылетают из работы, потому что у них что-то происходит в жизни. Например, он куда-то переехал в новое место и, ну, вот, забыл, потерялся как-то вот, то можно пообщаться, расспросить, как дела, что происходит у тебя и как тебе помочь. Может быть, человеку действительно нужна какая-то встряска, да, какая-то мотивашка. Рассказать о том, что вот, смотри, у нас вот, допустим, таких-то уровней люди подостигали. Смотри, скриншоты зарплат, автомобили уже получают, уже скинуть фотографии. Я бы хотела тебе помочь это сделать. Старайтесь человеку помочь, старайтесь звонить не с выгодой, что вы хотите получить от него что-то, а с мыслью, как помочь человеку. Что в его жизни вы можете сейчас поменять вот этим вот одним звонком? Понимаете, может быть, этот человек ваш потенциальный директор, но он вот как-то, недостаточно ему мотивации, недостаточно каких-то вот моментов вы ему в свое время рассказали. Или его спонсор немножечко его не успел, не смог замотивировать. Пока у вас есть время, звоните, да, если есть еще у вас не такая огромная структура, прозванивайте людей, разговаривайте, знакомьтесь поближе, потом уже просто вы этого не сможете сделать, потому что, когда будет огромная структура, уже это будет просто сделать невозможно, и вы можете потерять кого-то, кто мог бы быть вашим потенциальным директором, а то и бриллиантовым директором. Кто знает, бывает в жизни всякое, поверьте. Очень много случаев я знаю, когда люди, которые вначале не хотели, ну, по каким-то причинам, их очень много на самом деле бывает, это же человек, да, тем более у нас очень много женщин, а женщины, они такие создания непредсказуемые, не правда ли? Поэтому они иногда не разумом руководят, а эмоциями, или же гормонами. Или луна у них полная на небе, или еще что-то. Поэтому человек может сейчас не хотеть, а потом он захотел. Да, вот Людмила меня понимает, луна виновата всегда у женщин, или гормоны. Поэтому разговаривайте с человеком, да, и устраняйте причину, выявляйте его потребности и работайте с его возражениями. Это будет у вас, скажем так, может быть сначала это будет нелегко, а потом вы просто в процессе будете уже на практике понимать, как с человеком разговаривать, потому что причины будут повторяться. Если есть причины, на которые вы не можете достойно ответить, пожалуйста, проработайте вебинары, работа с возражением. У нас есть в школе этот вебинар, да, и в принципе такие вебинары, их достаточно много, и книги есть, с которыми можно проработать. Вот смотрите, пример. Людмила сама пару дней назад, вот пишет, да, в нашем чате, Люда, сама пару дней назад думала, что все, не справлюсь. Сколько раз, Люда, я думала так. Честно, я хотела бросить этот бизнес в свое время до минимума три раза. То есть вот все, я бросаю, у меня не получается, и вообще это не мое, и это не работает, и нервы, и психи. У меня это все было, я эмоциональный такой человек, и мой спонсор это выслушивала достаточно часто, и муж мой. Все это было, и могла бросить, да. Могла бросить, если бы, кстати, не спонсор, не поддержка мужа, не поддержка спонсора, спонсоров. То есть меня не поддерживали в такие вот сложные моменты, говорили мне какие-то вещи. Поэтому, кто знает, может быть, как раз человек нуждается именно в вашем слове, одном слове, и все, и вы можете ему перевернуть жизнь. Вы не представляете, насколько вы глобально можете повлиять одним звонком на человека. Устраняем причину и приглашаем на вебинар, на ближайший, к тому спикеру, который действительно может поменять мировоззрение этого человека, да. Например, если человек, ну какая причина, скажите мне, какие вообще причины, почему человек засыпает, да. Почему он вроде пришел в бизнес, а вы его потом спрашиваете, что случилось? Почему ты не хочешь работать? И что вам человек говорит чаще всего? Вот скажите мне, напишите. Вы же сталкивались с такими возражениями, я думаю, правильно ведь? Вот. И мы тогда приглашаем на вебинар, сами думаем, на какой бы вебинар пригласить, да, у нас достаточно часто проводятся вебинары. Или может какой-то вебинар дать послушать, замотивировать, рассказать какую-то историю, историю успеха. Нет денег, да, вот Светлана пишет, денег нет, там, сделать тот же ЛТУ. Помогите человеку, расскажите свой пример, пример других людей, потому что, ну ведь очень часто у людей заработок одинаковый, да, но один может сделать тот, другой нет. Научите, подскажите, скиньте вебинар лидера, как он это делает, да, дети не дают, вот, тоже очень часто. И у нас есть классные вебинары, вот, допустим, от Марины Бойвола, которая трое деток, которые успевают все делать. Вот скиньте Марины на вебинар, пусть человек посмотрит. Лень и закончилось вдохновение. Да, узнаете, что человека вдохновляет. Это может быть автомобиль, да, вот что ему нужно. И покажите, что вот смотри, ну, сколько у нас людей уже автомобиль получило. Пообщайтесь. То есть немножко нужно быть психологом, конечно. Не идут люди тоже, расскажите историю, вот, например, как они к вам вначале не шли, да, или к кому-то, к лидеру какому-то, к спонсору, к вашему. Вот эти все истории людей находите. У вас, может быть, даже вам нужно, стоит создать папку, в которой вебинары на какие-то темы, да, вот, которые вы сами ими вдохновляетесь. Не важно, пусть это будет лидер другой компании, или в нашей компании, каждому свое. Но давайте пытайтесь, то есть человека обратно вернуть, заинтересовать. Поверьте, все в ваших руках, и это возможно. Да, вот, например, лохотрон, я в это не верю. Это очень хорошо показывать примеры, опять же, показывать видео, чеки людей, которые здесь чего-то добились. То есть, по причину, самое главное, выявить причину и в ваших руках ее устранить, поверьте. Просто нужно немножечко над этим тоже поработать. Когда вы работаете, вы просто помните, что это ваш бизнес, ваши деньги, ваше будущее. И, конечно, нужно приложить немножечко усилий. И заключаем договор о дальнейших действиях, то есть вы с человеком договариваетесь, вы поработали с его возражениями, сказал, да, я хочу, просто что-то я немножко потерялся. И вы договариваетесь, как вы будете дальше работать. Еще большая просьба. Старайтесь, если есть возможность, время с человеком войти в контакт. То есть, постарайтесь узнать хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть. Я понимаю, что время иногда не позволяет, особенно если уже большая структура. Что у него в жизни, кто он, чем он дышит, дети, интересы. Хоть чуть-чуть, да, пусть это пару слов. Спросить, как детки, да, если кто-то болел, спросить, выздоровел или нет. Утепляйтесь с человеком, потому что вам с ним строят бизнес, вам с ним работать. И, конечно, ему хочется, чтобы вы не только смотрели на него, как на денежный мешок, а как на человека в первую очередь. Понимаете? Многие приходят сюда, потому что у них потребность дружить, потребность, чтобы кто-то интересовался ими, как людьми. И об этом тоже не нужно забывать. Я вот это часто повторяю. Поверьте, вы можете с одним и тем же человеком поговорить на одну и ту же тему, но буквально 2-3 предложения о его личной жизни, и он больше будет расположен к вам. И все-таки решиться, да, и решить пойти дальше, потому что вы просто дали ему немножечко тепла. Вот и все. Поэтому старайтесь с человеком разговаривать о нем самом. Да, тем более, если даже будете звонить один раз в неделю, и на минуту вы дольше поговорите, сильно время ваше от этого не убудет. Конечно, есть такая вещь, как дискомфорт, страхи, что нужно кому-то позвонить, человеку, с которым ты, допустим, давно не общался, да, и что-то сказать. Скажите, у кого есть такой вот страх? Как я позвоню человеку? Вот не знаю, особенно если он у второй линии, а я его вообще не знаю. Как бы я лучше напишу, что-нибудь напишу, и скину акцию какую-нибудь, и все. И прокатит. Если ему надо, то он не ответит и быстренько начнет работать. Да, Людмила. Вы знаете, это в принципе очень, это очень часто встречающийся страх. Это все-таки выход из зоны комфорта. И, понимаете, вам нужно просто понять одно, что вы делаете свою работу. Если вы не сделаете этого, первое, вы потеряете свои деньги, второе, человек потеряет возможность стать богаче, счастливее, да, в принципе, потеряет возможность в этом бизнесе чего-то достичь. Да, а мы все знаем, что здесь можно чего-то достичь. Мы прекрасно это знаем, примеров много. Ну и третье, просто подумайте, если у вас есть дети, о своих детях. Вы для кого, для чего это делаете? Для детей, для себя. Да, и вот вы не прозвоните, а в вашем бизнесе не пойдет рост из-за этого. Вот садитесь и думайте, да, не о страхе, который вы кормите, а о себе, о человеке. Тем более, это ваша обязанность. Поэтому, если вы звоните человеку, вы можете это проговаривать. Вы говорите, что, ты знаешь, я хочу тебе помочь, это моя работа, это моя обязанность, я переживаю за тебя, ведь ты пришел и не сделал ЛТО, и ты можешь сейчас вылететь из акции. И я помню, у меня был такой случай, когда я человеку забыла сказать о том, что он потеряет возможность участия в акции. И ему было в том очень обидно. Он мне позвонил и сказал, а почему ты мне не сказал об этой акции? И теперь я звоню тебе. Я очень хочу, чтобы ты не пропустил участие ни в одной акции. Я очень хочу, чтобы ты, если ты принял решение прийти в этот бизнес, все-таки попробовал. Тем более, у нас есть школа. Я помогу тебе. Мы можем это все распланировать. И поверьте, человек, он ждет вашей помощи. Может быть, он как бы и не говорит этого, но ему нужен какой-то толчок. А кто его толкнет, как не его спонсор? Понимаете, он же пришел к вам, и он хочет помощи. Просто, может быть, его страхи, его собственные страхи не дают ему возможность идти дальше. Ведь посмотрите, вот вы мне прописали, да, сколько страхов есть у человека, у новичка. Вот ваша задача, как спонсора, эти страхи убрать. И человек этого подсознательно, однозначно ждет, раз он уже и сюда пришел. И ведь поверьте, если вы не дадите ему этот шанс, то Вселенная вам отомстит. В общем так. Это ваш бизнес, это ваши деньги, это счастье ваших близких и ваших детей. Поэтому подумайте, сделать или нет, скинуть стандартное сообщение или смс-ку в группе. Или позвонить и поговорить нормально с человеком, и войти в его положение, и постараться ему помочь. И напоследок я хочу сказать. Ребят, мы все одна команда. И у нас нет плохих, нет хороших. Мы все одинаковы. Мы должны, конечно же, друг другу помогать. Я не люблю слово «должны». Мы выбираем, помогать друг другу или не помогать. И давайте помнить о том, что иногда именно наше слово, наш звонок, наша рука помощи может сделать команду эту еще крепче. Я очень прошу, когда вы видите, что вы можете чем-то помочь в вашей команде, и не важно, получите от этого вы свои 3, 6, 9, 23% или нет. Протяните руку помощь. Ну, в пределах разумного, конечно же. Напишите в чате ответ, если вы знаете. Ответьте человеку, да, там, скиньте какую-то короткую информацию. Потому что в следующий раз, в следующий раз кто-то поможет вам. И очень много ребят уже из нашей команды в этом убеждались. Что когда им нужна была помощь, они обращались очень часто к девчонкам, которые, в принципе, даже были не из их веточки, из параллельной веточки. Они им помогали. И потом, когда к ним обращались, уже пришел их черед помогать. Поэтому давайте договоримся, что мы будем один раз в неделю прозванивать. Скажите, кто будет прозванивать? Кто мне обещает, что один раз в неделю, как минимум, будет прозванивать свою структуру и помогать им стать богаче? Богаче духовно, богаче финансово, расти, да, и становиться лучше. Кто поможет своей команде, чтобы люди действительно дали лучшую жизнь их детям? Отлично. Вот Таня пишет, каждый день я общаюсь, Светлана пишет, я буду. Ну, конечно, выбор каждого. Очень хотелось бы, чтобы все люди, которые здесь присутствовали, услышали меня и помогали своей команде. Полина, я буду, когда она у меня появится. Отлично. Полина, сохраните себе этот вебинар, он, конечно же, будет в записи. Ну, Людмила, вот я хочу и я обещаю это делать. Это разные вещи. Поэтому нужно четко для себя принять решение, да, я буду это делать, однозначно, и взять это просто как за правило. И помнить, что мы одна команда, помогать просто друг другу и немножечко перестать прикармливать иногда свое эго. И тогда все у нас будет очень круто, поверьте. Ну, а сейчас хотела бы узнать, есть ли у вас вопросы по общению с командой, по тому, как разговаривать с людьми, может быть, да. То есть, есть ли что-то, есть ли какие-то вопросы, на которые я могу с удовольствием, конечно же, ответить. Если есть, задавайте. Если нет, то, если что-то потом придумаете, можете меня спрашивать там в чате, в личке, где-нибудь. Только в пределах разумного. За вас не буду строить команду, честно говорю. Так, ну, я смотрю, вопросов нету, всем схема понятна, да? Ой, так приятно, Луизочка. Я вас тоже люблю. Я свою команду очень люблю, я прям благодарна каждому человеку, потому что вас очень много, но вы все, вот я чувствую, что вы все просто чудесны. Получится обязательно, потому что, ну, иначе быть не может, если делать. Я вас благодарю за то, что вы пришли ко мне на вебинар, потратили и 40 минут вашего драгоценного вечернего времени. А сейчас вперед на рекрутинг, вперед на созвон, ну, или к деткам, к своим. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ